...ан органайзер, and may now speak to any other organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once... Итак, добрый вечер. У нас сегодня семинар по теме Microsoft Access, макросы для фильтрации в формах и отчетах. То есть мы рассмотрим как раз такую возможность в формах базы данных Access или в отчетах применить команды, которые позволяют автоматически фильтровать данные. И здесь у нас работает несколько разный подход. Если для форм возможны не один, а различные варианты настройщик, то для отчетов там единственный способ, который достаточно актуален в практических задачах. Ну и это небольшая тема, которая у нас на других немножко примерах рассматривается в курсе Access в третий уровень. Поэтому, если кто-то на нем занимался, планирует заниматься, то вот знаете, что подобного типа вещи там мы разбираем более детально. Ну а рассказывать об этом буду я. Меня зовут Завьевов Андрей. Собственно, я сегодня как раз ваш презентатор, кто этот доклад такой небольшой сделает. И начнем по порядку с того, что нам, собственно, стоит обсудить. Как я уже сказал, собственно, две темы. Мы посмотрим с вами инструменты, позволяющие выполнять фильтрацию данных в формах. Но это не стандартные команды, а то, что можно запрограммировать с помощью макросов Access. И второй момент, это аналогично применение макросов для фильтрации данных в отчетах. Если говорить о формах, то здесь, соответственно, это делается с помощью вот таких вот трех макрокоманд. Если вы собираетесь выполнять фильтрацию в какой-то форме, во-первых, это может быть команда открыть форму. Вы вызываете команду открыть форму, и в этом случае у вас можно настроить фильтр, описать выражение условий. И открывается форма, не показывающая все данные, а только те данные, которые отвечают условию фильтра. Это один вариант. Но эта команда, получается, применяет фильтрацию к той форме, которая была до этого закрыта и в процессе открывается. Если вы хотите применить фильтр в текущей форме, где вы сейчас и находитесь, где у вас и запускается макрос, то это другая команда. Это можно использовать команду применить фильтр. Причем во многом настройки здесь похожие, но действительно по-другому немножко это нужно будет организовать, какие-то кнопочки на сайте и так далее. И, наконец, если в этой открытой форме вы хотите отказаться от фильтрации и отобразить всю информацию, все данные, то используется еще одна макрокоманда, которая называется «Показать все записи». Вот из этого всего мы попробуем сейчас сделать некое решение, рассмотреть. Я это буду показывать на примерах, как оно работает. Это у нас первая такая половинка данного семинара. Но в данном случае, я думаю, что будет у нас два решения. Одно будет организовывать программирование с помощью команды «Открыть форму». Другое будет с помощью вот этих двух команд применить фильтр и показать все записи. Соответственно, начну тогда этот показ, ну а сюда к слайду буду возвращаться, потому что какие-то моменты мы здесь добавим, пропишем. У меня есть заготовка для того, чтобы можно было упражняться с этим и наглядно вам продемонстрировать то, что я сейчас объясняю. Файл называется «Упражнения исходные». И я что-то уже забыл, что у меня там в этом файле находится. А, ну вот, такая вот заготовочка. Значит, естественно, так как здесь будут макросы, я включаю содержимое макросов, активное содержимое. Хотя команды, которые мы будем применять, относятся к безопасным командам и даже при отключенной системе безопасности будут функционировать. Ну, лучше включу содержимое, активное для будущих решений. В этой базе данных у меня две таблицы, две формы и два отчета. Таблицы такие. Части света. Это просто название у нас Европы, Африка, Азия. Такой справочник. И есть еще таблица страны, в которой список стран небольшой. Ну, тут всего 32 страны. И как раз здесь же ссылка на справочник с частями света. То есть указано, какая страна у нас в какой части света располагается. Вот Россия у нас относится к европейским странам, а вот Саудовская Аравия, например, Азия. Ну, и, собственно, вот этот вот у нас набор данных можно отображать на экране в разном виде представлений. Например, в формах. Формы у меня вот здесь страны. Эти данные выводятся вот таким вот образом. То есть красиво, с отображением картинок, фотографий. Здесь у меня флагов, точнее, а не фотографий. С выводом всей этой информации. Причем я здесь не запрещал редактирование, но по большому счету надо было бы отключить возможность случайных изменений, названий каких-то здесь стран и прочих данных. Вот это вот формочка. Собственно, здесь не просто так вот эта картинка, похожая на футбольный мяч, название стран, видите. Знакомые это все участники текущего сейчас чемпионата по футболу. Вот поэтому это, ну так, привязка к сегодняшнему моменту здесь такая небольшая есть. Значит, хорошо. Что дальше? Дальше я хочу здесь запрограммировать вот такое вот решение. У меня это 32 страны, участники чемпионата по футболу. У каждой страны в таблице есть информация, к какой группе по отборочной она относится. То есть вот 4 команды группа А, группа Б, группа С и так далее. Так вот, идея заключается в следующем. Я нажимаю в форме кнопочку группа А, и у меня открывается отдельное окошко со странами только из группы А. Такое окошко заранее уже подготовлено. Это вторая форма под названием группа. Открывается у меня эта форма, правда, почему-то на соседнем экране. Но это ж я не знаю почему. Так, и вообще тут что-то много всего открывается. Вот у меня два экрана, вот на второй экран выскочил. Но я думаю, обычно у всех она открывается здесь же по центру. Вот такая вот формочка. Но она сейчас показывает мне все, какие угодно группы. То есть, вон, и такую группу, и другую, и третью. Достаточно здесь по списку перемещаться, чтобы видеть, что эта страна относится к какой-то иной группе. Наша задача такая. Такая, открывая эту форму программным путем, нажатием на кнопку А, открыть форму именно отфильтрованную. То есть, чтобы она у меня показывала данные только по четырем странам и ничего более. Она открылась в этот раз, я что-то совсем потерялся. Так, а, да никуда она не открылась. Эта кнопка пока не запрограммирована, это нам только предстоит сделать. И вот я программирую действия данной кнопочки сейчас с помощью буквально одной команды. Это будет команда, которую я здесь упоминал в слайде. Команда открыть форму. Если кто-то будет это применять в английской версии, то называется, а там это аналогично, только в английском переводе, как будет открыть форму. Open форму. Вот, кстати говоря, чем мне нравится Microsoft Access, в нем для русской версии название команд, используемых при программировании, перевели на русский язык. И даже не надо голову ломать, как открыть форму, если она по-русски так и звучит. Хорошо. Значит, действую. Что я делаю? Я переключаюсь, соответственно, в режим, где мы занимаемся разработкой, режим конструктора. Здесь выбираю данную кнопочку. У этой кнопки в свойствах есть ее название, ее надпись и есть событие нажатия кнопки. Для него вызывается построитель макроса. И вот в этом макросе я как раз выбираю ту самую команду открыть форму в списке команд. Открыть форму по алфавиту, где-то вот оно здесь есть. Вот аргументы данной макрокоманды. Первое. Какую именно форму вы открываете? Здесь выбираем из предложенных вариантов форма группа. В каком именно режиме открываем? Ну, по умолчанию в режиме форма. Да, я хочу открыть форму, а не какой-то другой режим здесь для работы. Но если оставить все прочие аргументы без настроек, то у меня откроется форма и отобразит все данные, которые есть в источнике информации. То есть, показаны будут все страны, какие там есть. Мне нужны только страны из группы А и никакие другие. Как это сделать? Вот таким вот условием отбора. Написать здесь условия отбора следующим образом потребуется. Мне нужно будет сказать, что поле под названием группа, оно равно латинской букве А. Там именно латиница используется. Значит, я это дело пишу. Здесь можно использовать специальный построитель, чтобы не печатать вручную все названия, видеть подсказки. Значит, поле называется группа. Если я начну его писать, слово это, вот оно в списке появится. Группа равно, там строгое равенство. Буква А пишется как текст в кавычках. И не путайте, это латиница. Вот такое получилось выражение. Можно было, кстати, его печатать прямо здесь. В данном случае квадратные скобки, насколько я помню. Программа обычно сама добавляет к названию. И подсказка тоже всплывает здесь. Поэтому главное только не ошибиться в латинской буквке. Буква латинская А. Да, буква латинская, вот это А. Потому что так оно задано в таблице. Собственно, все, больше ничего не нужно. Единственное, что еще можно здесь предложить, это открывать форму, которая у нас будет появляться в режиме, где невозможно редактирование. То есть специально выставить режим только чтения. И второй момент, режим окна, сделать окно диалога. Это делает окошко так называемым модальным. В этом случае, если это окно не закрыть, я не могу работать с соседними оконами. То есть оно будет у нас на переднем плане. И, собственно, это исключает такие моменты, что у меня несколько окон, и я не вижу, что они у меня открыты. Где-то они там зависли на заднем плане незамеченными. Поэтому окно диалога, да, здесь тоже можно включить. Сейчас проверю, как это работает, потом вернусь обратно сюда, если нужно будет сделать уточнение. Сохраняю, вот кнопочкой закрыть закрываюсь, сохраняю изменения. И теперь пробую, как это будет выглядеть. Закрываю просто полностью все эти окошки. Значит, у меня открыта форма страны. Я в ней нажимаю кнопочку А. И у меня опять на соседнем экране, но я сейчас сюда притащу это, открывается только группа А, четыре страны, и я не могу поменять здесь никакой информации, потому что я заблокирую это. Я не могу прекратить работу с этим окошком, переключиться куда-то вне, потому что это то самое модальное окно у меня получилось. Поэтому закрыть его. Вот тут кнопка запрограммирована была заранее или крестиком. Тогда, пожалуйста, у нас это рамп. Вот так это выглядит. Кстати, что там латинская буква А, это можно было выяснить заранее еще на уровне таблицы. Так как в таблице страны у меня заполнили были эти буковки А, Б, Ц и так далее. И если, например, посмотреть, здесь и Е, и Ф есть и так далее, все это перечислено. А стандартный фильтр там, например, равно А, вот я напишу сейчас на русском языке букву А. Программа мне ничего не показала. А если бы я то же самое делал, текстовый фильтр равно, и напечатал А латинскую. Так, латинская А вот она у нас. Окей. Но вот фильтр срабатывает. Это я просто вам уточню. Значит, в таблице мы, естественно, не программируем фильтрацию, она там и так есть, а в форме, пожалуйста, работает. Так, мне надо сделать еще, чтобы она у меня на том же экране открывалась, но это придется форму группа открыть. И запомнить, что она у меня открывалась вот здесь, на этом экране, вот в таком состоянии. Сейчас сохранюсь я, наверное. Так, хорошо. Ну и, собственно, вот то, что я запрограммирую для данной кнопочки, я еще раз покажу. Обработка событий. Вот она, эта команда. Открыть форму и ее аргументы. В данном случае в свернутом виде это выглядит очень компактно. Ну, а если в развертом, то самая важная здесь часть решения – это условия отбора. Я это условия отбора и помещу в конспект. Напишу здесь вот такую вещь. Это уже не будет номерованным списком. Значит, условия отбора. В данном случае имеет вот такой вид. Хорошо. Если это получилось для одной группы, у меня их всего 8 штук. По идее, я могу сделать аналогичные вещи для похожих кнопочек. Как он нехорошо сделал с этим. Только будет у меня условия отбора. Группа B, группа C и так далее. Прочие-прочие там используются. Группа G, ну и так далее. Как это сделать? Значит, это я сейчас набросаю. У меня будет выглядеть это таким образом. Кнопочка идентичная. Должна быть у меня здесь еще добавлена. Так как эта кнопка уже работает, я ее проверил. Я сделаю копию данной кнопочки. Копировать. Ставить. Расположу я ее здесь горизонтально. Вот в этом месте. Подпишу, естественно, уже не А, а Б. Но самое главное не это. У этой кнопки при копировании сохраняется внедренный макрос. И даже если эту кнопку переименовать, макрос от этого работать не перестанет. Но в нем будет отличие только одно. Здесь нужно будет другой фильтр применить. То есть, не надо здесь брать группу А, здесь надо брать группу Б. Поэтому захожу в макрос и меняю только вот эту услугу. Естественно, это требуется сделать для восьми кнопок. И кажется, ой, сложно, ой, долго. Но это мы делаем как разработчики. А вот пользователи будут с удовольствием нажимать на эти кнопочки. Им будет это комфортно. Поэтому я сейчас этих кнопок еще здесь накопирую. По аналогии. Уже не объясняю, что делаю. Я вначале их накопирую и подпишу. ABCD. И вот еще четыре. Вот так вот скопирую. Вот так вот их здесь расположим. Кстати говоря, для них здесь наверняка можно сделать небольшое выравнивание. А то они у меня как-то неаккуратно устроились. И увеличить для них интервал. Чтобы они у меня вот так вот аккуратненько расположились. D, A, B, C, D, E, F, N, G, H. Есть. Хорошо. И теперь по аналогии мне нужно будет в каждой кнопке, даже не обязательно их переименовывать, как я уже сказал, поменять программный код макроса. Но это буквально одна буквка меняется. Поэтому правый счетчок, самое быстрое, что я могу сделать. Команда обработка событий. Я попадаю тут же в текст макроса. И только следите кирильцу с латиницей, чтобы не перепутать нам здесь. Исправляю этот макрос. Теперь вот этот. И еще аналоги такие же. Так, это какая кнопочка ABCDE? Значит, специально не стал делать эту заготовку, а хотел показать данный прием. У нас интересно устроены кнопки в формах XS. Когда вы кнопку копируете, то она копируется вместе с текстом программы. И если он похожий, аналогичный, то остается только минимально здесь подправить, подкорректировать макросы. В данном случае очень просто это все организуется. Все. Кнопочки все готовы. Теперь я проверю это с нуля, открыв данную форму страны. И попробую нажать на кнопку. Кнопка A. Пожалуйста, открылась группа A. В следующий раз. Группа D. Не вопрос. Группа F. Без проблем. То есть вот именно так это работает. Ну и еще я здесь сознательно сделал такую вещь. Когда у меня открывается эта группа в всплывающем окне, я не могу нажать на другую кнопку, пока это окошко не закроет. А значит, и не будет конфликта, что была одна группа, потом отобразилась другая. Вот так это выглядит. Но можно было и оставить это окошко немодальным. Тогда было бы еще интереснее. Нажимаешь на кнопки, а в соседнем окне у меня срабатывает каждый раз новый фильтр. Тоже допустимо. Правда, зря я тогда это не сделал с самого начала, потому что в восьми кнопочках придется внести исправление. Ну, пускай будет вот такой вариант. Вот это вот первый у нас способ применения фильтрации при открытии другой формы. То есть в каком-то окошке у меня кнопки, которые содержат команду «Открой форму» с применением фильтра. И вот, пожалуйста, он отображается. А если эта же форма будет открыта просто из списка форм, она мне покажет данные всех групп, без всяких фильтраций. То есть полностью весь перечень. И еще один момент. Вот в этой форме я специально подключал всевозможные ненужные элементы управления. Но вообще-то говоря, в ней при желании этот фильтр можно и попытаться выключить. Дайте-ка я посмотрю, у меня осталась такая лазейка или нет. Вот, вижу группу, правый щелчок, правый щелчок. Так, нет, здесь текстовые фильтры все равно есть, но нет команды «Удалить фильтр». Тем не менее, можно было отключить вообще запрет на применение фильтров в этой форме, чтобы их никто не мог запускать вот таким вот вручную, без всякого программирования. Это отдельная настройка делает, здесь я ее, по-моему, не трогал. Свойство применения фильтров. Вот если его выключить, то пользователи в форме не смогут применять фильтры вручную. Это будет выполняться только путем программирования, только в макросе. А значит, еще раз сохранюсь. Вот теперь, группа D, пожалуйста, правый щелчок, лишних команд у меня не содержит. Фильтрация в этой форме дополнительная использована будет. Так, есть такое решение. Значит, это первый вариант, который я здесь продемонстрирую. Теперь, вторая разновидность макроса, тоже ее собираюсь вам показать. Значит, вторая разновидность макроса такая. Используем макрос, который будет работать с командой применить фильтр. Значит, эта команда будет у нас работать вот для какой задачи. У меня в этой форме страны заранее было создано вот такое поле с выпадающим списком, где я выбираю часть света. И... О, а я уже запрограммировал эту вещь. Ну, значит, я вам покажу готовое решение. Думал сделать, но сделал наперед. Значит, это даже проще будет. Значит, почему у меня здесь сработал фильтр? А потому что у меня, на самом деле, эта штука запрограммирована. Но там не до конца доведено решение, поэтому придется дописать некоторые команды. Как запрограммировано, давайте объяснять будем. Значит, идея заключается в следующем. У нас вот это вот поле с выпадающим списком называется код части света. Это подпись у него может быть какая угодно, а вот в таблице это название код части света. Это же поле свободное, но название ему я задавал вот здесь. Поиск частей света. И для этого выпадающего списка уже запрограммировано было событие. Событие нажатия кнопки. То есть я, когда мышкой там щелкаю, выбираю то одно, то другое название, у меня запускается некий внедренный макрос. Его я здесь уже частично создал, поэтому смотрим, что там есть, не с нуля создаем, а такое решение. А есть там следующее. Там используются у нас следующие команды. Проверочка. Если в форме страны поиск частей света пустой, то мы показываем все записи. То есть отключаем фильтр. Иначе, если там не пусто, мы применяем фильтр, вот такого вида условия задаем. Вот это условие я скопирую сейчас на конспект, чтобы на него посмотреть, может было покрупнее, повнимательнее. Команда применить фильтр. И вот такое вот условие, которое я сейчас помельче шрифтом здесь выведу. Значит, применить фильтр вот с таким условием. Ну, слово формы часто бывает без квадратных скобок. Пишется вот так. Что это значит? Это поле в таблице у меня содержит как раз коды, связанные с Европой, с Африкой, с Азией, с справочником. А это я говорю, возьми значение кода части света, который я выбрал вверху в окошке поискового характера. И вот как раз фильтр у меня на такое вещи делает. Я выбираю. Сейчас покажу еще раз. Я выбираю вот в этом окне. Каждый раз новое название. У меня срабатывает фильтр, отображающий только эти названия. Код там не видно, он скрыт. То есть вот по названию работ. Поэтому вот выбрал Европу, вижу Европу. Выбрал Азию, вижу Азию. А захотел посмотреть на все данные, я удалю здесь название, нажимаю Enter, вижу все части света. Почему? А потому что там сказано, если это окошко не содержит никаких данных, то покажите мне все записи. Это вот эта самая команда показать все записи себя и проявила. Ну а для того, чтобы все это удалось записать, там пришлось использовать условия, если достаточно тоже несложно это было сделать. В целом вот такая вот штука здесь запрограммирована. Но опять-таки для вот этой формы может получиться и так. Я могу фильтр задавать вручную. Взял валюту евро и отфильтровал все евро. Ну ладно, это Европа, я согласен. Ну а если я по-другому сделал. Взял букву А, выделил и отфильтровал все, что начинается на букву А. И тогда это у меня три разных континента здесь упоминаются. То есть странно, как-то и группы совершенно разные, игровые. Вот эти вот фильтры, применяемые вручную, здесь точно надо отключить. И будет работать только мой выпадающий список с поиском или вот эти кнопочки. А значит, это настройка для всей формы страны. На закладке данные, вот здесь применить фильтры. Применения фильтров нет. Заодно запрещу здесь удаление записи, добавления и изменения. Будет только... А, вот изменения нельзя. То есть удаление и добавление отключим. Будет только вот такой вот момент. Значит, фильтр правым щечком не запускает. Кнопки здесь для фильтрации не активны. А вот здесь программным путем фильтры никуда не делись, работают. В данном случае у меня фильтр даже не требует кнопочек. Выбор из этого списка другого значения. И, пожалуйста, у меня запускается соответствующая фильтрация. Удаление данных и нажатие на Enter приводит к отключению фильтрации. Показываю всех записей. Еще раз покажу этот макрос. Вот здесь он у меня был в поле со списком. Если в форме поиск частей света пустой, показать все записи. Команда, которая не требует никаких аргументов, это отключение фильтра. Иначе применить фильтр. И вот здесь условия фильтра мы задаем вот таким вот выражением, которое я там уже показал с копирами. Вот для форм у нас есть два подхода. То есть можно было бы точно так же здесь выбрали какую-то часть света и открылась в соседнем окошке у меня вся Африка или вся Азия. Но это мы сделали тут для кнопочек. Такой вариант. А можно прям тут же на месте фильтровать это в текущем окне. Тоже, в общем-то, допустимая такая возможность у нас используется. Но часто бывает для отключения фильтра делают отдельную кнопку. То есть не все догадаются, что здесь надо стереть все, чтобы показать полностью информацию. Да, не вопрос. Кнопочка «Показать все части света» и тогда у вас продублируется аналогичная команда. Можно это, собственно, было бы спокойно запрограммировать. Нужно это или нет? Второй вопрос. Но я, наверное, сделаю эту кнопку. Она вот как-то кажется здесь очень логичной. Нарисую кнопку «Отмена действия». Назову кнопку «Все» назову вот эту кнопку. Часть света «Все». Великоват шрифт, мне кажется, чуть помельче сделаю. Дальше. Для этой кнопочки «Обработка событий» запустил и говорю, что мне нужно будет сделать. Значит, вначале я очищу содержимое вот того поля. Это «Задать значение» у нас команда. Сейчас показать все действия надо. «Задать значение» для элемента. Он называется «Поиск частей света». Вот он. Какое значение пустое. И после этого вторая команда будет у меня показать все записи. То есть отключить фильтр. Продублирую я эти команды. Сохранить. Закрыть. Что получается в результате? Вот я здесь отфильтровал Северную Америку. Потом забыл, что надо стереть здесь данные, чтобы фильтр вернулся назад. Ничего страшного, у меня это делает вот эта кнопка. Она мне очистила это окошко и включила показ всех записей. Ну, в общем-то, неплохо. Так, это то, что касалось работы с формами. И в данном случае, еще раз повторюсь, я, как правило, если программирую своими силами фильтрацию, стандартные команды для фильтрации в формах отключаю, чтобы это не вызывало лишних конфликтов и путаниц. Это будет вот такой. Теперь вторая часть у нас обсуждения. Это каким образом можно запрограммировать фильтрацию в отчетах и, собственно, какие там особенности и отличия от форм. Ну, вообще говоря, внешние у нас отчеты могут быть сильно похожими на формы, но по факту с ними у нас ограниченные возможности работы с редактированием данных и вообще ничего не сделаешь. И поэтому здесь применяются совсем другие возможности. Значит, в отчетах у нас можно применить фильтрацию только с помощью команды «Открыть отчет». То есть в момент, когда отчет был закрыт и начал открываться, я могу задать условия отбора. В момент, когда отчет уже открыт, применять фильтрацию там поздно. И поэтому таких команд там не будет. Показать это можно заранее на примере какого-то из созданных ранее отчетов. Вот отчет странный. Вроде бы внешне такой же, как и формочка. Никаких специальных настроек я в нем не сделал. Это сделано было автоматически мастером, там чуть-чуть раскрашено. Но, обратите внимание, никаких команд для фильтров здесь нет или есть? А, есть. Секундочку. Есть. Равно Бельгия от фильтрового Бельгия. Нет, это есть. Это я неправильно немножко говорю. Имеется в виду не то. Когда этот отчет открыт не в режиме формы, а в режиме предварительного просмотра. Вот перед просмотром, и уж тем более при отправке на печать, здесь с фильтрами пользуются поздно, здесь уже этих команд нет. Ну, а тот режим, да, он практически идентичный форме и мог бы быть задействован, но толку от него мало. Поэтому, все-таки, самый распространенный вариант фильтрации отчетов выглядит таким образом. Вы запускаете отчет кнопкой в какой-то форме или каким-то макросом специально созданным, и там вы пишете условия фильтрации в момент открытия. То есть, вот хочу я список стран вот этот открыть, но чтобы в нем отображались только страны, выбранные нами здесь части света. То есть, я выбираю часть света, и у меня будет при нажатии на кнопочку открываться отчет только по этой части света. А почему бы и нет? Ну, единственное, кнопку здесь придется для этого вывести нам, а мы как раз такую вещь можем организовать. Куда бы эту кнопочку только добавить? Может быть, здесь рядом. размещу, а может быть, потом в другое место передвину. Значит, это у меня будет кнопка для отчета. Отчет. Вот такая кнопочка у меня здесь будет располагаться. Вот тут был вопрос. Я смотрю, убежал я далеко от этого места. Но сейчас еще раз покажу. Значит, смотрите, код части света мне задают вопрос, что это такое. Это название поля с данными. Оно соответствует названию поля с этой же информацией из таблицы. Код части света, это тот столбец, в котором у нас сохраняются как раз коды Африки, Европы, Азии и так далее, потому что в справочнике у нас хранится код и к нему подтягивается расшифровка. А вот это у нас свободное поле. В нем у нас выбор, который мы делаем при закрытии формы, никаких таблиц не сохраняется. Здесь действует только какое-то программное решение. Вот этот вот элемент, он имеет имя «Поиск частей света». Создавался, когда я ему вот такое имя здесь вручную задал. Ну и, соответственно, у нас срабатывала процедура, которая говорит, фильтруйте в таблице в поле код части света значения, равные тому, что вот в этом окошке поиска было выбрано. Здесь выбрал Европы, и он мне внизу только Европу показал. Хорошо, лишний раз повториться не помешает. Теперь кнопка с отчетом. Кнопка отчет, я для нее буду писать процедуру открытия отчета, но условие здесь фильтрации будет похоже на то, что мы делали с вами для форм. Аналогичным образом будет выглядеть. Создаю макрос. Здесь команда отличается. Эта команда будет «Открыть отчет». Имя отчета, он у меня называется «Отчет страны». Режим «Неотчет», потому что режим «Отчет» – это напоминает режим формы с заблокированным редактированием. Не особенно интересная штука. Обычно для отчета либо фоновая печать сразу на принтер без показа на экране, но, естественно, предварительно отфильтровав. Или предварительный просмотр, чтобы не на принтер печатать сразу, а показать все-таки перед глазами, и потом уже, если нужно, отправлять на печать отдельной кнопочкой. Вот в таком виде откроется отчет полностью со всей информацией. Такие кнопки тоже бывают необходимы. Напечатаем мне все страны. Да, пожалуйста, вот у меня эта кнопка «Отчет по всем странам» так и будет работать. Вот две страницы «Отчет по всем странам». И я могу эту кнопочку оставить, назвать ее как-нибудь «Полный отчет». Пускай будет такая кнопка здесь. А вторая кнопочка, там только одна часть света, я ее скопирую. То есть это «Отчет по части света». Ну, ладно, отчет частичный. Тут еще надо придумать название, подходящее для этих кнопочек. Ну, так пускай будет. Так, и теперь «Полный отчет». Он у меня работает, я проверю. В частничном отчете добавятся условия. Условия, хочу сказать, будут очень похожи на то, что мы уже делали. Мы с вами применяли фильтр для фильтрации формы. В отчете условие будет отбора точно такое же. Почему так и получается, что оно совершенно идентичное, это условие? Ну, дело в том, что у меня в таблице поле «Код части света» название не меняло. Значит, я тогда его и фильтрую. А вот это ссылка на поле, откуда берется значение в качестве условия фильтра. То же самое, это в той же форме, тот же самый выпадающий список, ничего не поменялось. Вот это у нас и будет, в данном случае, условие отбора для фильтра. Вот такое вот условие отбора мы здесь используем. Так, я его могу скопировать, могу там на месте написать еще раз. Соответственно, вот для этой кнопочки условия отбора. И здесь можно прямо писать, если помните название. «Код части света» равен формы, форма страны. И там у нас поиск частей света, вот такое вот название, списочек появилось. Все с подсказками получил, сохранил и смотрю, как этот у меня отчет будет работать. Режим просмотра, в данном случае я сделал. Закрываю, пробую. Вот форма, в ней я выбираю, ну давайте скажем, Африку. Полный отчет, пожалуйста, видно на двух страницах у меня все страны. Если отчет частичный, то только Африка на одной страничке поместилась. А если я выберу здесь Южную Америку, пожалуйста, только Южная Америка. И точно так же, если я выберу там Австралию, вот только Австралия вообще пустая. У нас можно было и не нажимать на эту кнопку, потому что фильтр показал, это Антарктида. Это не Австралия, я промахнулся. С Австралии здесь одна страна была. Хорошо. Ну а показать все и отчет частичный. Интересно, что мне покажет. Ерунду, пустоту показал. Почему? В данном случае надо было присмотреть условие, что если мы с вами здесь никакого выбора не сделали, то отчет будет полный у нас. И честно говоря, я теперь уже смотрю и думаю, а зачем мне эти две кнопочки, когда можно было совместить в одной. Отчет частичный будет показывать всю картину, если у меня здесь фильтра никакого нет. Да, ну вот сразу и не сообразишь, как лучше. Теперь я пришел к выводу, что вторая кнопка была излишней. Можно все это объединить в одной кнопочке. Просто отчет. Назову ее. Но будет она работать так. Если у меня в этом окошке пусто, то отчет будет открываться без всяких условий. А значит мне нужно давать сюда группу «Если». А сказать, что когда у меня вот здесь пусто. Если там из нуль, то в этом случае надо открывать отчет без всяких проверок. А иначе с вот этими всеми условиями, которыми здесь написали. Я копирую эту операцию «Открыть отчет», но в первом случае мне фильтр «Условия отбора» не требуется. То есть здесь откроется полностью отчет, здесь откроется по условию. Потом у меня в готовом файле, который я выложу, все это можно будет аккуратно посмотреть, повнимательнее. Здесь просто мелко и не разглядишь. Но эффект такой. Я выбрал «Африку», нажал на кнопочку «Отчет по Африке». Есть. Я выбрал здесь «Европу», «Отчет по Европе только». Я нажал «Все» и потом кнопочку «Отчет», «Отчет» на двух страницах по всем странам. Да, ну и зачем мне, спрашивай, две кнопки здесь тогда выбирать. Хорошо. Вот это вот у нас момент получился. Ну а то, что я говорю, команда «Применить фильтр» для отчетов, открытых в предварительном просмотре, бесполезна. Она не работает, вызывает ошибку. А если мы бы здесь сделали кнопку для фоновой печати, то тем более. Фильтровать уже поздно, когда отчет открылся у нас, показывающий все данные. Поэтому вот в этом плане с формами у нас больше разнообразия, с отчетами одна единственная команда «Открыть отчет». На условия совершенно идентично выглядят. Так, есть такой момент. Ну и тогда уж я закончить, чтобы это еще сделаю, аналогичную штуку. Здесь у нас есть отчет, который называется «Группы стран». Вот он мне показывает все эти группы в одном таком вот документе. Можно сделать кнопочку «Показывать все группы», а если нужна только какая-то одна, я могу это действие привязать к любой из этих кнопок. Правда, опять надо было делать для одной кнопки и потом копировать все это, но не страшно. То есть понятно, как это примерно будет выглядеть, поэтому что я делаю. Вот у меня здесь команда была «Открыть форму» вот с такими-то условиями. Аналогичная команда «Открыть отчет». Открыть только не запрос, а отчет. Имя отчета, группа стран, режим предварительного просмотра. Вот. А условия отбора я такое же беру, как в формах. Ну и еще для семи групп потом аналогичная вещь не надо делать, по идее. Поэтому, конечно, это я поленюсь. Но проверим. Для группы «Открылась форма», а когда вы ее закрываете, еще открылся я отчет. Ну или можно было в другом порядке это делать и формы отчет открывать. Да, пожалуйста. Можно такую фильтрацию здесь задать. Понятно вот эта идея. Ну вот, собственно, это то, что мне хотелось рассказать. В принципе, можно эту мысль развивать, но в целом мы посмотрели то, что планировалось. И, собственно, я хочу сказать, что подробнее такого типа задачи мы рассматриваем на курсе Access третий уровень, где занимаемся разработкой баз данных, но именно созданием приложения, где формы, отчеты объединяются через макросы в такой вот общей красивой картинке, которая будет полностью автоматизирована. Ну и, соответственно, тогда уже надо просто следить и планировать. Какая еще кнопочка была бы мне здесь удобна? Вот по отдельности группу печатать мне как-то кажется неинтересным, а вот кнопочка, которая покажет все группы отчет была бы очень кстати. Ну, кто запрещает здесь такое добавить, нарисовать где-нибудь подобную кнопку и назначить ей такое действие. Отчет группы. Кнопочка есть. Место для нее какое-нибудь я выбрал. Действие очень простое. Здесь заду открытие отчет. Расчет группы стран, просмотр и никаких условий. И в этом случае нужна вот такая информация на печать. Да, пожалуйста, сделали. Без проблем это все здесь отобразили. А это посмотреть на каждую группу по отдельности. Или у нас вот там еще фильтр, который делает то же самое с континентом. Хорошо. Ну вот на этом тогда я могу пока остановить свой рассказ. И если какие-то вопросы, пожалуйста, можно кратко это обсудить. Будет интересно тогда я постараюсь ответить. Итак, еще раз повторюсь, что если эти вопросы вам показались любопытными и интересными, мы это разбираем на третьем уровне Аксесс, когда разрабатываем формы отчета и макроса. Ну а на сегодня мы на этом закончим. Спасибо за внимание. Если какие-то есть вопросы дополнительные, пишите нам письма и спрашивайте нас. А также на других семинарах тоже есть какие-то интересные темы можете предлагать. Мы это можем рассматривать.